МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самоизвестный русский художник современности гуляет по дорожкам рядом со своим домом в поселке миллионеров. А я не могу отделаться от мысли, что ничего, собственно, не переменилось. Чудесный русский снег, куртка и шапка, как прежде. И даже пейзаж не такой уж экзотический, а вполне узнаваемый. Но одновременно я ощущаю невидимую дистанцию, как будто мы стали свидетелями одних и тех же событий, которые я почему-то смог принять, а Кабакова нет. Чего они не могут простить стране, времени, себе? Через что не могут переступить? В прошлой серии я спрашивал об этом Илью. Теперь спрошу Эмилию. Илья вчера рассказал нам, что вы родом из одного города, и что вы фактически родственники. Как это так произошло? Вы не могли бы нам пояснить? Каждая семья имеет разные ветки. И Илья из той ветки, которая была более бедная. У меня она немножко более интеллигентная, я бы сказала, более образованная и более богатая. И со стороны отца, и со стороны бабушки. А отец кто был у вас? Мой отец был бизнесменом всегда. Бизнесменом в советское время? В советское время, да. Даже в советское время. И поэтому мы жили как-то иначе. А кем ваш отец работал? В те годы он работал, он был руководителем театрального объединения «Московь». А это что? Там они производили для театров костюмы. А, понятно. А специальность какая у него? Инженер. Он пел прекрасно, он танцевал прекрасно, он писал стихи, он великолепно писал. То есть много из моих талантов, это от талантов моего отца. У вас было хорошее детство? Сытые, спокойные, да? У меня было очень хорошее детство, мне ни в чем не отказывали. Я занималась музыкой с трех лет, с частными преподавателями. Водили в театр, водили в оперу, в балет. И мама моя работала в книжном издательстве, и поэтому к библиотеке около пяти тысяч книг. Да, по сравнению с Ильей вы жили лучше. У вас время было так хорошо, или советская власть вас все-таки настигла? Ну, советская власть в какой-то момент, конечно, устроила, потому что с 54-го года началась эмиграция поляков. Отец был поляк? Мой отец имел польские документы. И мы решили эмигрировать. И арестовали родителей в аэропорту. А за что? Что-то было не в порядке с документами. Я маленькая была, я не очень хорошо помню, что там было. И я знаю, что происходило со мной, с моей сестрой. И тоже в какой-то момент мы были вместе, потом нас разделили, забрали на Лубянку. Меня продержали три дня, ее, вероятно, тоже. Но она была меньше, поэтому я не думаю, что ее так допрашивали от меня. Меня довольно жестко допрашивали. На Лубянке? На Лубянке. Ребенка? Трое суток, да. Мне не было еще 12 лет. И вот тогда сформировался мой характер окончательно. А что они хотели от вас узнать? Они хотели знать, кто приходил к моему отцу, чем он занимался, какие люди. Потому что мой отец имел контракт уже за границей на производство светящихся красок. Он изобрел светящиеся краски. Там был один такой замечательный чекист, который молодой очень, в зеленых штанах, это я помню. Потому что никогда больше я не встречалась с мальчиками, если у них были зеленые штаны. И он просто говорил, вот видишь, подвал я тебя туда сейчас отправлю, там бы сядь, там крысы тебя съедят. А если ты вот расскажешь все, то маму увидишь. Мерзавец, а? Продолжалось ровно трое суток все это. Как же вы это все помните? А вам страшно было? Я не знаю. Я просто отвечала довольно злобно. Что вы фашисты и так далее, и так далее. Сладкая перепалка. Мы тебя отправим в детский дом, ты будешь там полымый, ты никогда играть больше не будешь. Кошмар. И мой дедушка просидел трое суток на ступеньках Лубянки, плакал. Он сумел нас забрать. То есть отца посадили, и маму тоже... И маму посадили, и маму тоже... А сколько маму провела в тюрьме? Мама три года, папа. Где-то около восьми лет. Да, не сладко. Когда она вышла, она поехала обратно к бабушке с дедушкой. Это ее родители были. И... Нашла работу, потому что мы сказали совершенно голые боссы, и без денег, без ничего. Она работала на базаре, в магазине. Она товаровед была. Ездила в лагерь к папе, и вот... Это довольно тяжелая была вся история. Потому что я не могла никому сказать, что у меня сидит папа. Одновременно с этим... Мы приезжали в лагерь. Это был Углич, Ярославль сначала, потом Углич. И там надо было переходить по льду и ехать туда с этими чемоданами, что в те годы принести можно было на свидание столько, сколько ты принесешь. Вот очень часто говорят, Кабаков трус, он там чего-то испугался. Да нет, это не так. И вот эти два огромных чемодана с продуктами, а никто не хотел к нам подходить. Мы были как пари, потому что... Ну, понятно. Илья ехал с моей мамой туда и помогал ей тащить эти чемоданы. Это надо было не бояться. Это правда. Чтобы это делать. Он не боялся. А вы с Ильей часто встречались в детстве? Я с Ильей встречалась в это время очень мало. В детстве, только когда он приходил к родителям в Днепропетровск, он приезжал к отцу проведать отца. А вы помните, каким он вам тогда казался? Он был очень застенчивым, потому что у него глаза моргали. И мне всегда казалось, что он очень стесняется и боится. Как-то так стоит посреди двора и никуда не двигается. И что? Ни с кем не говорит. Но я понимала, что он в чужой середе. Это я понимала. Ну, то есть он вам тогда не показался? До какого-то определенного момента у меня особого впечатления не было. Мое первое яркое впечатление было, это когда я шла в училище, я вышла из дома и стояла на крыльце, и, знаете, как бывает такой момент, когда падает солнце, и ты ощущаешь, что это очень картинный момент. Ты себя видишь, как на картине. Я умею смотреть со стороны тоже. И умела всегда. И тут я увидела, что посреди двора стоит Илья, и у него рот прямо вот открыт, и он на меня смотрит. Вот это был первый момент, когда я обратила внимание. И что это был за взгляд? Ну, вот как бы, вот первый такой мужской взгляд на меня человек... Он увидел женщину? Ну, я не знаю, что он увидел, но я увидела, что он меня увидел. И я первый раз посмотрела на него другими глазами тоже. Какими глазами? И увидела его. Какими глазами? Другими. Какими другими? Не детские. И это ощущение вы запомнили. А какое оно было? Знаете, странно, может быть, сказать, но это было такое ощущение судьбы. Вот это перед тобой стоит твоя судьба, и ничего тебе делать не нужно. Это прямо как в голливудском кино. Ну, так это на самом деле бывает. Это правда. Это не Голливуд. Это так и было. А вы мистик. Или я себе придумала такое? Ну, я себе придумала это тогда. Да, я мистик. Так вы это себе придумали, или это было настоящее? Я не знаю. Я так почувствовала. И я всегда знала, что чего бы я не хотела, на самом деле, это неправильно. Это что-то я не то делаю. Я хочу это, я добиваюсь, я это получаю, но на самом деле это неправильно. Это даже если вы... В личной жизни. Даже если вы были влюблены в других мужчин? А я не могу сказать, что я влюблена была и мне нравились. Ну, я им всегда по любви выходила замуж, честно, я признаюсь. Ну, я это никогда не скрывала, поэтому это ничего такого. Ну, тогда расскажите нам, почему женщина выходит замуж? Женщина выходит замуж по многим причинам. В молодости она выходит по любви и по невероятной глупости бывает. По наивности. Ну, от этого обычно, получается, очень хорошие проценты, дети. То есть жалеть не надо? Поэтому жалеть не надо. А потом она выходит, наверное, или по любви, или по расчету, смотря какая у нее жизнь, как у нее сложилась жизнь. Каждый раз по-разному. А когда вы уехали за рубеж, вы писали ему письма или он вам... Нет, это было невозможно. Вы должны понимать, что это было совершенно невозможно. Это как... Как ты уехал в другую плату? А он помнил вас? Он думал о вас? Ну, естественно, он приходил и просил показать фотографии. Откуда естественно? Он же не мог вам рассказать, что помнит вас. Вы думали, мы понимали. Он ходил к моим родителям, просил показать фотографии. А, вот как. Давайте. Ясно. То есть у вас был муж, еще муж, дети. У него были дети и жена. У него один ребенок. А внутри у вас была некая, никому неизвестная связь, и вы знали, что вы встретитесь. А что вы в нем такое увидели, что все время о нем думали? Что я в нем увидела? Во-первых, конечно, я увидела невероятно талантливого, очень застенчивого и очень романтичного человека. Хотя мне все, даже родителям, говорят, что это абсолютно не так. Даже вот, когда я выходила сейчас замуж за него, мне папа мой кричал, что ты с ума сошла. Ты совершенно делаешь большую ошибку, крупную ошибку. Ты пожалеешь. Я сказала, знаешь, мне уже достаточно лет, чтобы я знала, что я делаю. А как вы понимали, что он талантлив, вы же закончили музыкальное училище по классу фортепиано, и художественные меры не имели никакого отношения. Я честно признаю, что первый раз, когда я пришла, вот и там висела картина с гвоздем, я на него повесила свое пальто. Когда Илья приехал сюда, и когда я вошла в первую инсталляцию, это была инсталляция, коридор, альбом моей мамы. И я помню, что перехватило у меня дыхание, когда я увидела эти тексты, я пошла по этому коридору, настолько атмосфера была сильной. Вот история его матери, которую я прекрасно знала лучше его. Почему? Потому что я с ней дружила, потому что мне она рассказывала вещи, которые она не рассказала бы своему сыну, но рассказывала мне, как девочке, пытаясь предупредить меня от ошибок в будущем, она мне рассказывала что-то о своей личной жизни, которую он не знал. И вот это вот то, что он сумел передать вот в этой инсталляции. Я шла, и я плакала. А я очень редко плачу. Просто очень редко. Но настолько меня это поразило. В этот момент я поняла, что такое тотальная инсталляция, чем именно занимается в этот момент этот человек, и насколько это действует на зрителя, вот это было только, началось с этой инсталляции. Инсталляция альбома моей матери выставлялась в Страсбурге в 1990 году. Унизительно узкие коридоры, тусклый свет. На стенах образы мытарств человека без прописки. А в конце неожиданный выход из лабиринта в никуда, в изнанку инсталляции. После войны мне негде было жить. Меня сделали вахтером в школе Ильи. Я спала там, где хранили инструменты, где был туалет, который давно не работал. Сын жил в общежитии. Однажды ночью он пришел навестить меня, и я забыла запереть входную дверь. На следующий день директор меня уволил. Я нашла работу на складе, но жила в школьном туалете, пока меня снова не обнаружили. Я спала на доске, на створке двери, на двух ящиках. Целую зиму я не снимала одежду. Было невероятно холодно. В ваших инсталляциях вы используете огромное количество текста как художественный элемент. Почему это вам так важно? Дело в том, что это очень хороший вопрос. Когда ты живешь в Советском Союзе, то ты сразу понимаешь, что вся культура является литературоцентричной. Русская литература является универсальной. Она охватила практически все стороны жизни. Моральную, этическую, эстетическую, социальную, политическую. То есть это практически литература на универсум. Обращаться, что такое Россия, нужно к русской литературе. Ну и какой простаз для художника тогда? Поэтому, когда ты занимаешься, окончил художественный институт, и твоя стезя эти по линии визуальные, то ты сталкиваешься с, я, по крайней мере, по себе говорю, сталкиваешься с страшной проблемой, что традиция русскоизобразительной культуры, это мое субъективное мнение, страшно убого и... Так сказать, провинциально, незначительно. Незначительно? Может быть, вы просто не хотели быть похожим на этих художников? Что бы ты ни сделал визуального, ты делаешь все время второй сорт. Понимаете? Никому не... А лучше сказать, никому не нужен. То есть ты делаешь материал для забвения. Это не нужно. Это не имеет развития? Что? Нет, это не достигает высокого международного уровня. Значит, не имея возможности создать что-нибудь такое визуально экстраординарное, это я хорошо отдавал себе отчет. А времена авангарда прошли, было очевидно, что нужно или неизбежно делать такой гибрид, как бы текстовую картину, где огромный объем на холсте занимает текст, комментарий, объяснение, чистый текст и так далее. То есть я как бы литературу хотел визуализировать. Чей это ковш? Не знаю. Чья это дерганка? Не знаю. Чья это кружка? Для меня образ мусора, например, это один из фундаментальных символов, что ли, знаков этой советской жизни, нашей жизни, так же, как и коммунальная квартира и так далее. То есть мусор, я видел весь этот мир советский как просто многослойно перекрытый мусором. Вот мы живем как бы в мире сейчас новых вещей. Но все, что меня окружало, в том числе, кстати, все, что я одевал, все было грязное, второсортное и случайно найдено. Ну ладно, вы такой чистюля. Сейчас, да. Но вы утрируете. Нет, я говорю... Но это такой художественный образ. Ну, считайте так, но ощущение какого-то как бы непромытого мира, который даже бесполезно промывать и чистить, присутствовало в моей мастерской. Я очень редко подметал, например. Никогда не сортировал свои квитанции, билеты, заявления, записки. То есть весь тот бумажный мусор, который затекает как бы в каждую... Этого я не выбрасывал. Потому что это было... Для меня это была субстанция советской жизни. Я, кстати, никогда не платил за электричество. Как это вам удавалось? Вот это советский образ жизни. Значит, вы обманывали государство. Что вы? Как же вам несловестно? Но ведь это государство было глубоко насрать. Мой счетчик работал... А инспекторы к вам не ходили? Да, никто к нам не приходил никогда. Допустим, пожарники, которые к нам приходили. Ну, а ты ему даешь бутылку, и он, так сказать, кладет в карманы. В частности, очень попытный случай. У меня есть такая картина с лопатами. А пожарник вдруг увидел эти лопаты и понял, что это как раз противопожарный стенд. Бросился на них, пытался их оторвать и говорит, что это неправильно Кабаков. В случае пожара вам будет трудно сорвать и броситься к ящику с песком. То есть масса всего юмористического, печального, унылого. А как при таком отношении к жизни вы сохранили душевное здоровье? Ну, во-первых, молодость, во-первых. Начнем с этого, да? Кроме того... Не обращали на это внимания, да? Неофициальная жизнь, она очень изолирована. Ты проезжал сквозь Москву, как бы не видя эту Москву, понимаете? Я поднимался, проходил сквозь помойку, которая была, вот этот Дом России представлял, поднимался по этой вонючей лестнице, потому что на эту лестницу выходят задние, как известно, двери, кухонные двери. Выходили дамы в халатах и в помойку там выливали ведра там. Каждое утро навстречу мне летела корыта полная этих помоев. Дворник нашего дома пускал по лестнице это огромное корыто, держа его за веревку. И потом я только понял, почему сточены буквально под углом 45 градусов все ступени. Потому что на протяжении 100 лет, сколько существовал этот Дом России, эти дворники спускали это корыто, и поэтому стачивались каменные ступени. Скажите, вот эти воспоминания Кабакова, это его художественные образы или это реально было? Во времена ОНЭ, значит, еще в 70-е годы, приехали какие-то французы, и они, значит, попросили меня отвезти их к Кабаку. Надо было подниматься. Много этажей, высоких этажей, без лифта, пешком, значит, по лестнице, которая, во-первых, не было света. Ну, совсем? Ну, совсем, да. То есть нечего-то, которая была абсолютно покрыта мусором и дико воняло. Затем вы поднимаетесь на какой-то верхний этаж. Такое пространство, которое представляло самую некую бездну, да? Над этой черной бездной были досочки, да, проложенные, такой мосточек, значит, вы, который делал вот так. Значит, вы едете по этому мосточку, довольно долго смотрите в эту бездну, да, уходите до железной двери, стучите в эту железную дверь, и там вам открывают Кабакова. Ну, окей. Значит, эти французы были зеленые, когда я говорил, бледного, зеленого цвета. И знаете, что они сказали? Я сказал, слушайте, говорит, а ведь это, наверное, тоже инсталляция Кабакова. Ну, это, он же сам это все сделал, да? А ведь это же так потрясающе. Во-первых, темно. Вот темнота прекрасно работает, да? Затем такое псевдоощущение угрозы. Очень запах рашевый брод, да? Я не понимаю, где он так? А, слушайте, как он разложил весь этот мусор. Ну, это вообще поэма, да? А вот про иностранцев, если продолжить, можно было продавать им картины тогда? В то время купить картину, это страшный вопрос был, потому что это не трудовые деньги, потому что многие неофициальные художники, они не были членами Союза, то есть основная масса была, и поэтому они не имели права продавать. Например, Рабин не имел права продавать свои картины, потому что у него нет легализации, права на изготовление картин. Значит, он добивался права быть надомником. Был такой статус надомник, который там шью, там, по инвалидности и прочее. Ему не давали этот прав. Тем самым он как бы нелегально продавал, что является предуседительным. Вот. На посещение было иностранцы, иностранцы приходили к разным художникам. В частности, пришел кто-то и ко мне, из Швейцарии, по-моему, с желанием купить две картины. Через некоторое время я получил вызов в московский обком партии, и там сидел весь верхний синклид графического, как это так, отделения Мосхос, официальные лица. А за столом сидела дама, сама, собственно, как бы, вот, которая курировала идеологическую работу в обкоме. На столе у нее лежали фотографии этих двух несчастных картин. И говорит, это ваши, вот это, она даже не назвала этой картиной, говорит, да, мои. И вы знаете, что такой-то вот господин хочет купить ваши работы. Я говорю, да. Он приходил и хочет купить эти работы. Почему он хочет их купить? Вы так помните? Я помню хорошо, потому что, я очень много помню. Потрясающе. Да. Почему он хочет купить? Я говорю, видимо, потому что ему эти картины нравятся. Нет, не совсем так. Она даже меня по имени называла. Я вам сейчас объясню, почему он хочет их купить. Я говорю, почему? Он покупает эти картины, официально, да, вот так, привозит их в свою Швейцарию, вешает на стенки в своей квартире, сзывает своих друзей в Швейцарию и показывает на эти картины, говоря, смотрите, какое говно делают в Советском Союзе. А это когда было-то? В какое время? Ну, назовем это середину 70-х или начало 80-х. И в эти годы было такое давление? Оно абсолютно одинаковое везде было. В частности, вот на этой встрече вебкоме, меня спросили, а что иностранец как бы просто входит к вам и хочет посмотреть ваше, он может подняться по лестнице и зайти в вашу мастерскую? Я, конечно, да, если ему хочется посмотреть, конечно. Тогда председатель этого нашего графического комитета сказал великолепную фразу. Он сказал, как? И к вам даже Гитлер может прийти? Даже Гитлер может к вам прийти. У вас там сгущенная атмосфера тогда была, да? Ну, конечно, сгущенная. Потому что появление несанкционированного иностранца в частное, так сказать, приход к частной въезде является одним из важнейших преступлений против советской власти. Потому что ты нарушаешь регламент посещения врага, потому что каждый иностранец это враг. И посещение врага, просто который пришел к себе в квартиру, это просто невероятно подсудное дело. Известно, что в России жил брат Бернстайна. Родной брат жил в Москве. Бернстайн был на гастролях в Москве и, разумеется, решил посетить своего брата. Он поднялся по адресу, нажал на кнопку коммуналки по фамилии Бернштейна, разумеется. И на пороге этой двери появился сам Бернштейн собственная персона, родной брат его. Но вместо того, чтобы броситься как бы вот обнять друг друга, он выпятил страшные глаза и немедленно захлопнул дверь перед собой. Не пустил брата к себе. Не пустил, потому что это был не брат, это был иностранец. А вам было не страшно общаться с иностранцем? Мне не страшно. Вот, совершенно замечательное слово. Дело в том, что для меня было это не только не страшно, а было единственное отдушенное, единственное глотком воздуха в этой страшной вот этой котловане, где мы жили. Конечно, можно сказать, ну вообще быть неофициальным художником, это просто страшно. Но ты как бы берешь этот, проглатываешь этот страх с вытекающим со всеми условиями жизни там. Но вообще-то вы брали деньги за картины. Вы же могли за это наказать. Я должен сказать так, за это могли наказать, но я ничего не продавал, например. Я настолько берегся и был таким, ну как сказать, ну конформистом в точном смысле, что я делал во внешнем мире только то, что соответствует с законом. Я, например, дарил большое количество, потому что было страшное ощущение, что все, что ты делаешь, погибнет здесь. Страшное ощущение, что ты делаешь в пустоту. Поэтому рисунок воспринимался как бы «Унесите моего ребенка». Знаете, как в испанском эпопее, да, вот давали испанские дети выезжали лишь бы спасти их. Вот так многие из нас, и я в том числе, относились к своим работам. Берите иногда целые пачки, только уносите. Отдушены во всей этой, так сказать, карантине, которая окружала эта геда, были выставки за границей. Довольно многочисленный выставок в Италии, во Франции, в Англии. Список этих выставок колоссальный был. Из Советского Союза не было видно, кто делает эти выставки. Были вот такое, у нас выставка в Париже. Но все это идеально, потому что, зная систему западную, это можно в туалете здесь выставиться, и тоже будет туалет в Париже. А можно выставиться в Помпиду, и это будет высшая степень интереса и уважения. нас выставляли, как бы это сказать, доброходы, такие политические, сочувствующие, и, как правило, даже прокоммунистическая публика. То есть, как раз не враги, которых издевались на Советском Союзе, а как раз те, которые хотели показать за границей, что Советский Союз это не такое страшное место, что там даже вот такие абстракции могут быть изготовлены, и вот они показывают. Вы же хотели художественного эффекта от своих работ. А эти выставки, они были окрашены политически. Мы абсолютно правы. Ну, так что? Окрашивался это дезидентский, политический статус. Понимаете, конечно. Например, в Аквиле выставлен был мой рисунок душ. Он изображает как бы голого человека, стоящего, над ним стоит душ, а вода не попадает на этого человека, и каждый раз больших вариантов куда-то уносится спиралью или по прямой, или обтекает его, но не прикасаясь к нему. Короче, это такая как бы метафора, как я думал, человеческого существования, что то, что в жизни не попадает. Но, разумеется, на выставке это было репродукцией помещенной написанным. Здесь точное изображение советской бюрократии. Ни один продукт не попадает на тело или там, в лоно человека. Абсолютно идеологизированное искусство. Абсолютно. Абсолютно. Слушайте, а к вам не приходили ни с обысками, не искали деньги, расписки? Вы знаете, должен сказать, что ни разу не приходили вот с карательными целями. Руководители партии и правительства посетили юбилейную выставку. Они дали высокую оценку многим произведениям. однако в залах они увидели и такие полотна. Обнаженная работа Палька. Подобный шедевр может вызвать только возмущение. А что можно сказать о геологах художника Никонова? Свою фабрику уродов пытался защитить перед забравшимися скульптор Эрнст неизвестный. А вот эту выставку скандальную в Манеже вы помните? На эту выставку были приглашены все живущие по углам недобитые как формалисты Вильямса Лабаса Тишлера Фалька А с другой стороны на втором этаже Манежа было помните неофициальных художников неизвестного Саостера Янкелевского и так далее. Уже это хорошо известность истории что сумели разъярить этого свинью этого Хрущева очень планомерно и опытно подводя к самым неясным для такого дикого существа работа. В частности он посмотрел на Фальк и сказал почему это же бабы зеленая кожа и так далее. То есть когда он поднимался на второй этаж то он уже был накачан и кипел как настоящий чайник. А своров вся эта Суслова и все прочее они как бы когда он что-то гавкал то они как хор в опере разорвать их выбросить кусать то есть я не был там поэтому лучше всего знают участники этого я не понимаю товарищи я с ними беседовал так когда я вот посмотрел насмотрелся на это я спросил слушайте иру товарищи господа вы иру настоящий мужчина потому что не педерасты иру вы извините вы уже в штанах и поэтому отвечайте не хотите с нами идти в ногу получите паспорт уходите мы в тюрьму вас не посылаем пожалуйста нет довольны довольны можете сказать что теперь уже не оттепель и не там а мороз да для таких будут самые жестокие мороз значит это кончилось как известно крахом криками уехать за границу берите паспорта убирайте к чертовой мать то есть положение было критически пока этот поросенок не остыл немножко и как бы успокоился то есть это не был ну как известно злодей настоящий онтологический изверг а зачем вообще это было сделано если все это было безопасно для Серова и этой всеакадемической живописи он боролся не против этих неофициальных художников он их вообще не считал что это существа какие-то художники то есть вообще это вообще как собаки какие-то но он боролся чтобы не вот этот формализм который они все раздавили до смерти но они как бы чтобы интеллигенция их не увидел народ не увидел и не были легализованы вот это формалистическое то есть колоссальная опасность в этом была для них колоссальная опасность в этом была вот эта легитимация раздавленного врага это было крайне опасно а какие-то последствия после выставки были для вас или нет Могло кончиться плохо. Все зависело от распоряжения Хрущева. Но, по-моему, все было нормально. Потому что только то, что он махнул рукой на это, не доходит. Он был добродушен, да? Да, да. Потому что с точки зрения логики сталинского людоедского режима... И бы сослали. Ну и немедленно, конечно. Или бы они получили поражение в правах лет на 5-10. А сколько их было всего? Их немного же, этих людей. Они все известны по списку. Я повторяю, это примерно от 50 до 60 человек. Вот как тогда говорили, даже и мне говорили, между прочим. Даже напрямую говорили. А вы откройте свое истинное лицо. Вы вот скажите прямо вот, честно. Ненавижу я советскую власть и хочу зла советскому народу. Скажите, откройте свое истинное лицо. Я говорю, да нет у меня такого лица. Я бы его открыл, вот честно, я бы его открыл. Было бы оно у меня. Но нет. Я помню Илью в это время, я помню каких-то еще моих знакомых в это время. Просто не хотелось в эту парадигму встревать. То есть не хотелось быть за, не хотелось быть против. То есть вы никому не верили? Нет, я не верил никогда. Этой власти я не верил никогда. Вот единственное, что мое свойство, я никогда ей не верил. Но огромное количество поэтов и музыкантов во время этой... Оттепели. Оттепели помчались кверху довольно хорошо, махая крыльями. Эти Евтушенки. Ну, Евтушенко всегда был абсолютно государственным человеком. Ну, конечно, да. Вот это пример вот этой оттепельного психологии. И вера, что советская власть может как бы быть своя. Может быть, их представлять, что они годятся. Который их тоже использовал в психотехнологии. А вот среди художников такие были? Нет. В неофициальном мире было довольно чистое в этом отношении. Чистые пробы. Единственная фигура, которую, как все описывают, это двойственная фигура Эрнста Неизвестного. Который как бы общался с идеологическими партийными боссами. Они ходили к нему в мастерскую. Он верил, что его искусство такой страшной силы, что даже эти чурбаны, они могут как бы заразиться и поверить ему. Но ведь кроме Неизвестного было еще много людей. Там Высоцкий, Любимов, Тарковский. Да, да. Которые пытались раскачать лодку. Хотели изменений. Почему вы не захотели быть там? Конечно. Это профессионально. Почему вам этого не хотелось? Вот я вам скажу. Тотальный пессимизм и тотальная безнадега, что с этой властью нельзя иметь никакие отношения. Но вы хотя бы попробовали раз? Никаких пробов. Я их знал насквозь. Я не знаю, даже когда меня хотели принять в пионеры, я поднял руку, нас выстроили линейку, поднял руку, мне сказали, подождите поднимать руку, ты еще галстук тебя не повязали. Я говорю, нет, я поднимаю руку, я хочу пописать. Хочу в туалет. И меня с отвращением, ну, скорее возвращайся, разрешили бежать в туалет, и я в этом туалете просидел до тех пор, пока вся эта церемония не кончилась. Объясните это. Как это можно объяснить? А мне было уже, это, наверное, было 11 лет всего. Я их ненавидел. Вы понимаете, это для меня была чужая порода зверей. Это другой антропологический тип, как говорят по-настоящему. То есть вы все воспринимали на физиологическом уровне? Абсолютно. Жизнь на советскую я воспринимал физиологически. Но не я один, тут особенные как бы заслуги. Есть такие, вот такие есть люди, которые... А ваши друзья, они были такими же? А расскажите о них. Неофициальный мир в основном состоял из таких буржуазных производителей. То есть поведение и нормы жизни были вполне ремесленно-производительные. Это не было... Были группы, которые можно назвать богемы. Пили, гуляли, мотались и так далее. И все это страшные такие существа. Страшные? Невероятно талантливые, как правило. Ну, они известны. Ворошилов, Зверев, Курочкин и так далее. Это отдельные группы. В основном же все были... Как-то это ни странно, не работали спонтанно, а работали невероятно регулярно. Хотя это никому не было нужно. Никогда не выставлялось. Никогда не выходил из мастерской. Но вы же все точно знали, что это искусство. Да, да. Вы же абсолютно знали, что это искусство. Абсолютно. Да, абсолютно. Есть такой художник Пономаренко. У него была большая выставка, где выставлялись очень странные какие-то летающие аппараты. Я видел то, что в одном из аппаратов сидел сам художник, сидел за рулем и делал так... Брр-бр-бр-бр-бр. Бру-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Вот вы понимаете, о чем я говорю. Абсолютно. Это та самая метафора, модель, которая может, так сказать, распространяться на всю жизнь в неофициальном художественном мире. Это никому не нужно было. Это не имело никакого оценка. Это не сообщалось внешне ни с каким большим художественным миром. Это не видели зрители. Никто. Но все вот так. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Основная масса художников неофициального мира – это были, можно так сказать, святые безумцы. Это были изобретатели какого-то универсального мира, в котором они знали каждую деталь этого, так сказать, звезды или там стола и так далее. Это были изобретатели не стиля какого-то, а какого-то психического, я бы так сказал, шара надутого собственной энергии. Я очень боюсь впасть в критическую или, наоборот, уничижительную позицию, потому что я сам принадлежу к этому типу мышления, тоже надувал собственный пузырь и был точно такой же невменяемый, как и мои друзья. Просто святые безумцы. А вы обращали внимание на окружающую жизнь или нет? Не обращал внимания. Для меня это было полностью терроинкогнито. То есть вы носили маску, да? Вы носили маску. Но значит, вы были смелым человеком? Я трусливый до безумия. Совершенно. Я воплощение даже, может быть, такого вот животного страха. Например, вот когда мы говорили о двух пиках жизни, их выставках, я не коснулся бульдозерной выставки. Оскар Рабин. Вот настоящий для меня вот как бы образ героя, да? Вот такой человек, который пошел грудью не на какого-то человека, не на какой-то, а пошел на всю эту страну. От отчаяния? Нет, это не отчаяние было. У него психолог. А что, собственно, происходит? Я художник. Вот мой мольберт. Я рисую картину. Вот пришел мой покупатель. Что вы, собственно, ко мне имеете? У него какая-то невероятная... Независимость. Независимость и социальная, как бы так сказать... Гордость. Гордость, да. Я человек и имею право жить на этом свете. Вы понимаете? Вот этот момент. Я художник и имею право делать то, что полагается художнике. Продавать то, что я делаю, рисовать, что я хочу и приглашать тех людей, которые... То есть этот человек мог спокойно стоять под пистолетом? Да, абсолютно. Есть такие люди, понимаете? Вот я противоположность этому. Вы же уже из рассказа видно, что я, так сказать, тот конформист, который прикрывается всякими социальными счетами. Оставьте меня в покое. Знаете, дайте мне доиграть мой папа. Вы бережете себя? Я берегу себя, да. А он? Он себя не берег. Он не берег себя. Мы еще имеем время, да? Это ваше право сказать. Есть ли у нас время или нет? Закончи эту тему. Мы хотели еще поговорить по поводу вашего отъезда, выставок и так далее. Сегодня, я боюсь, нет. У меня, на самом деле, плохое дело. Я не сплю. Ну, хорошо. Вот. Значит, о бульдозерной выставке. Раз нет возможности выставиться, Рабин обращается вполне официально в Моссовет, по-моему, с тем, что вот группа художников хотят выставиться на абсолютно нейтральном и ненужном никакому учреждению месте на пустыре. Но, разумеется, не последовало ни реакции, ни разрешения, ничего. Рабин позвал друзей своих, чтобы художники неофициального мира приняли участие в этом деле. В частности, он позвал меня. И как сейчас я помню, что я сел рядом с ним на диван, и он мне показал вот это приглашение, что художники такие-таки приглашают вас, Беляева, в такой-то час на свободную выставку просмотра картины. Я отлично помню, что я просто у меня, знаете, вот… Что, испугались? Да, ну да, я, как бы сказать, опустилась голова в яйца от страха. Это то же самое, что самое страшное, что может быть, это прийти, там, я не знаю, на Красную площадь и сказать, там, пошли в жопу. То есть что-то такое… До такого отчаяния вы не могли дойти? Конечно, нет. Никогда. Во-первых, я был официально уже вписан в советскую институцию. Я уже был… Вы понимаете, вот эта двойственность, я уже был… Пристроился к этому левиафану. Зато бы вас узнали. Да, так бы меня узнали, меня бы все узнали. А так я скрываюсь, понимаете? Вот эта иллюзия, что я спрятался от них, знаете, как у… Страуса. Страуса, который так вот… Меня не видно, меня нет. Вот это ужасное состояние и в то же время самообольщение, что меня не слышно и не видно. И вдруг вот такое предложение взять и ткнуть палкой в морду этому государству, вообще вот этому огромному, раздутому, многомиллионному туловищу, конечно, я испугался смертельно и сказал, что я не смогу. А вы сожалели потом, что вас там не было? Я был в качестве зрителя. Конечно, я как любопытный, как наблюдатель помчался. И был там, и смотрел, и видел все, что там происходило, видел эти бульдозеры. Значит, власти решили расправиться очень просто, как бы это дело. То есть назначен день уборки и посадки зеленых насаждений на этой территории. С этой целью действительно был грузовик, в котором торчали эти самые саженцы, да. Но самое главное, были пригнаны, по-моему, штук 20, если я не ошибаюсь, бульдозеров, которые как бы равняли место под это дело. Но так как на этом месте стояли мольберты с картинами и стояли художники, то был приказ ехать прямо на это дело. Потрясающие. Потрясающие сцены были, надо сказать, душераздирающие. Например, Нарабина от бульдозера ехал прямо, и если бы он не спрыгнул на лезвие... И он не остановился? Нет, он ехал, на него прямо он ехал, бульдозер. Он вскочил верхом на лезвие. Если бы нет, ему бы отрезали ноги. Я не знаю, что бы я совершенно. И он не может быть, он не будет. И он не может быть. Картины, конечно, все были уничтожены. Да, все были уничтожены, погибли. Те, что не погибли, бросали в грузовик. А внутри вас было такое чувство? Вот я так и думал. Я так и думал. Что же делать? Просто я был свидетелем, и они были участниками, понимаете. Они шли на рожон, и их потащили, и Рабина потащили в кутузку и так далее. Неужели вам, извините, не было стыдно? Вы знаете, не было стыдно, потому что у меня какой-то был взгляд, что вообще безнадежен с этим государственным делом. Не бороться с ним. А они вас простили? Это хороший все вопрос. Я не знаю, не знаю. Я думаю, что, знаете, это вот как человек, который бросается в атаку. Очень-очень трудно сформулировать это дело. И сожалею ли об этом, что они… Во-первых, они оказались победителями. Они победили в тот же день и, можно сказать, в тот же час. Потому что это все фотографировали, и это все немедленно пошло по всему миру. И цыковцы, те, которые управляют этим всем хозяйством, были в ужасе, что как это местные власти, которые не предвидели, сделали и не предвидели. Кому-то там говорят, по шапке дали. Короче говоря, уже на следующий день было принято решение сделать выставку уже вполне официально, на разрешенном месте, Визмайлова. И все эти художники уже, еще в более расширенном, теперь уже бесстрашном, не опасном виде тоже выставили свои… А вы? А я нет. Почему? У меня страшная анестезия против любого публичного существования, мной неконтролированного, честного существования в этой стране. Вот в чем причина. Когда меня друзья приглашали, я говорил, что это ничего не изменит. Хорошо, ладно. А вот если бы не настало время Горбачева, не пришла перестройка, и у вас не появилась возможность уехать и, наконец, ну, сделать то, чего вы хотели, показывать себе. Что бы вы делали в Советском Союзе? То же самое, что я делал 30 лет. То есть вы бы жили? Вот так же жил, да. Материально обеспечен, как мне казалось. Продолжать это работать, и все, как бы предаться судьбе, понимаете. То есть невероятно пассивные отношения. Я не борец, понимаете, вот социальный борец, как бы. Но мы бы тогда не имели того, что сейчас с вашей помощью имеем. Вы бы похоронили все то, что есть в вашей душе и в ваших глазах, и в ваших руках. Да. Но вы бы похоронили и закопали. Из-за чего? Из-за того, что вы принципиально не хотите выступать? И каким-то образом, понимаете, хотите, чтобы это пришло к вам, и само каким-то образом реализовалось, так? Вы знаете, да, я должен подтвердить, именно так. Вы просто даже не романтика, а вы идеалист. Дело в том, что я так не рассчитывал, что это когда-нибудь покажется, что, например, когда возникла возможность вынести картины, нелегально, конечно, отправить их на выставку, то выяснилось, что размеры моих картин не проходят в двери. До такой степени я никогда не думал, что эти картины могут выйти из моих мастерских. Их спускали на веревках вдоль фасада этого дома России. К Моцарту поднимали рояль на четвертый этаж, а ваши картины опускали. Это смешно. Это смешно, да. Кто это должен был сделать? Внизу стоял грузовик, который нелегально должен был вывезти мои работы. А куда это? На венецианской биеннале? Нет, у меня была выставка в 85-м году в Берне. И туда тайно доставлялись эти работы. Тайно грузовиков? Ну, я сейчас не могу рассказать, потому что до такой степени касается других людей. Но время-то уже другое, Илья Иосифович. Время-то другое. Я знаю, я не хочу, понимаете, это касается... То есть вы все равно остерегаетесь? Конечно, остерегаюсь. Вы все равно думаете о нашем государстве, как о Советском Союзе? Нет, я не думаю. Да, я его боюсь, конечно, по-прежнему. Советский Союз до сих пор жив в вашей душе? Конечно, однозначно. Иначе бы я так ярко и бешено не рассказывал про него. Он вам дает силы и повод для творчества до сих пор? Конечно, конечно. А вы никогда не думали о том, что это не очень хорошо, что вот вы отсюда рассказываете, какие мы были убоги, какие мы были трусливые, какие мы были... Ты переполнен этим, ты хочешь рассказать, понимаете? Ну, это тот же инстинкт, который тоже пламенный желание, которое руководило Германом, например, мой любимый фильм. Это машина у этот самый. Хрустилевский фильм. Хрустилевский фильм. Любимейший фильм, поскольку это самое, с моей точки зрения, наиболее плотное приближение к советской жизни. Все остальное художественное. И вот я думал, что это никогда не кончится. Нет, это кончилось. После 2000 года у меня это постепенно исчезло. Это как бидон, понимаете? Вот наливаешь, 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 кажется, что там еще полно. И вдруг так бульк-бульк, и на дне ничего нет. И что дальше? Я пользуюсь этим материалом. Но я уже не хочу его рассказать, как вот это, в такой остервениалой, понимаете, вот германскому... Как очевидец жертва, да? Да, 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 да. Все, сегодня, наверное, все. Вот когда-то он также сказал «стоп» и уехал из Советского Союза в 1988 году. Парадоксально, но только в 55 лет он увидел свою первую персональную выставку и первую публику, иностранную публику, которой так интересен был труп Голиафа, самоубийц из СССР. Через 15 лет после этого он решился приехать обратно, уже в Россию, в Эрмитаж. Вот здесь, в новом здании музея, в главном штабе, стоит теперь его подарок – инсталляция «Красный вагон». Короткое путешествие от утопических иллюзий большой страны до полного их крушения. Этот вагон – это страна, которая идет никуда, потому что он без колес. Парадный вход – вот это лестница. В 20-е годы конструктивисты, которые полны надежды, что все будет прекрасно. Идет лестница вверх, но войти нельзя. В России всегда парадный вход заперт. Ты идешь кругом, это мусорная свалка, это перестройка, все разрушено, валяется. Заходишь с черного года, входишь в вагон. Там огромное панно, которое изображает будущее. Какие-то планеры, дирижабли, трубы. Ты садишься перед ним и понимаешь, что единственное, чего тут нет, так это людей на этой картине. Потому что вот это будущее – это не для них. Они должны его построить, но им не суждено в нем жить. Я правильно понимаю, Эмилия, смысл? Это история цивилизации Советского Союза, это история мира людей, это история маленького человека. А какие, а какие? Причем, чем отличается этот маленький человек в советской цивилизации от, скажем, гоголевского человека? Большая разница. Все время Кабакова сравнивает с гоголевским, его персонажем, с гоголевскими персонажами. А разница в том, что этот человек не мечтает о чем-то для себя. Вот в советской системе он, оказывается, мечтает о том, как сделать жизнь лучше для всех. У него утопические мечты. Он всегда хочет изменить мир. Он идеалист на самом деле. Он что-то хочет сделать такое, чтобы всем было хорошо. Это, кстати, то, чем мы можем охарактеризовать эпоху советского периода. И то, наверное, почему сегодня все ностальгируют так. Потому что все забыли, что было плохо, все забыли все ограничения, но помнят вот эту мечту о идеальном каком-то, об идеальной мечте. Вот и мне кажется, что эта советская мечта об идеальном мире и составила смысл жизни Кабакова. И дала смысл его творчеству, его художественной мечте. Она стала его не только проклятием, но и судьбой, прошлым, без которого не было бы не только вот этого знаменитого и благополучного настоящего, но и того будущего, в котором он, Илья Иосифович Кабаков, навсегда останется в этом невероятном по страстям времени. Но, впрочем, об этом мы еще поговорим в третьей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok